Всероссийский форум путинных студотрядов стартовал на Сахалине. Его участниками стали 60 человек из 20 регионов страны. Цель съезда – вместе придумать, как привлечь молодежь на рыбообрабатывающие заводы Дальнего Востока. Планы построили на период с 2023 по 2025 года. В этом году начало путина намечено на середину июля. Студентам предлагают работу в четырех точках на карте Дальнего Востока. Это Сахалина-Курилы, Чукотка, северные районы Хабаровского края и Камчатка. Всего на заводы требуется около трех тысяч человек. Если работать в составе студенческого отряда, то это достаточно большой комплект гарантий. То есть, это не просто самостоятельно идешь, договариваешься с работодателем, с заводом какие-то риски и по зарплате и по бытовым условиям. А это уже организация ведет переговоры с работодателем. Это работа по трудовому договору. Также для сотрудников от студенческих отрядов предусмотрена оплата проезда до места работы и обратно. А также минимальная фиксированная зарплата. Ее бойцы получат независимо от объемов выловленной рыбы. Я начинала вообще с вожатства. И сравнивая заработные платы, конечно, захотелось попробовать пути. И первая путина показала, что та атмосфера, которая там, вот эта романтика студенческих коллективов, когда вы вместе, 50 человек на одном объекте, это, конечно, подкупает. Плюс природа, свежий воздух, смена обстановки. Ты отдыхаешь от учебы и от жизни в городе. Это очень сильно вдохновляет дальше, что ты делаешь в течение года. Ну и плюс деньги, конечно. В рамках форума для студентов устроили экскурсию в Озерском, в рыболовецком колхозе имени Кирова. Цель – показать будущим рыбообработчикам, в каких условиях живут и трудятся на Путине. Остальные дни посвятят образовательным программам и разработке дорожной карты по привлечению молодежи на работу.